МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы не можете жить без музыки? Вы хотите найти свой звук? Тогда мы расскажем вам, где его искать. Здравствуйте, меня зовут Павел Захарчук, в эфире передача «Чистый звук». Мы находимся в магазине СаундПро, и сегодня поговорим о тонкостях при выборе самого распространенного музыкального инструмента — гитары. Рок-н-ролл, металл, джаз, блюз, классика. На гитаре можно сыграть все, что угодно. Специалисты утверждают, для того, чтобы научиться играть на уровне песни во дворе с друзьями, потребуется всего полгода. Но для того, чтобы достичь вершин мастерства, нужно гораздо больше времени. Добраться до профессионального уровня может абсолютно любой человек, с любыми пальцами, слухом и чувством ритма. Нашего героя зовут Евгений Кузин. Он гитарист-самоучка. Несколько лет назад решил научиться играть и реализовал свою мечту. Теперь достиг такого уровня, что сам преподает в музыкальной школе. В 10-м классе мы с другом начали слушать пенслоид, и я нашел у отца старый диск «За Волстена». Вот это вот. Мы, значит, это использовали как свой гимн. Сейчас мне интересно работать в разных стилях, в разных направлениях. Для меня был и остается моим любимым вообще гитаристом, музыкантом. Дэвид Гилмор. Он выработал свой стиль, и поэтому он один из известнейших гитаристов вообще людей в мире. Первые прообразы гитары известны со второго тысячелетия до нашей эры. Вплоть до 16-го века гитары имели четыре струны, на которых играли смычком, как на скрипке. Значительно позже начали использовать медиаторы из черепаховой пластины. А современный форму и размер гитаре придал испанец Антонио Торрес в 19-м веке. И еще один интересный факт. Французские ученые пришли к выводу, что женщины считают мужчин с гитарами более привлекательными, чем без них. Для меня гитара за это время стала чем-то большим. Для меня это на самом деле целый мир. В основном пытаюсь играть именно то, что внутри меня. Музыка от души, а не для души. Желание играть – это главное, но нужен еще и хороший инструмент. Это звучит банально, но гитары бывают разные. Классические, акустические, электронные и много-много их смешанных разновидностей. Давайте вместе разберемся в том, кому и какая гитара больше подходит. Ну, как правило, все приходят и говорят, у вас есть обычная гитара. Нет обычной гитары. Мы скоро баннер повесим огромный на магазине, что обычной гитары нет. Есть классическая, есть акустическая гитара, есть электро, есть бас. Классическая гитара на ней играет в музыкальной школе. У нее широкий гриф, чуть уже корпус и неоновые струны. Легко определить по грифу, по головке грифа гриф, как правило, он с такими вырезами. В 80-ти образованных случаях это будет классическая гитара. На ней играют, как правило, в музыкальной школе. Играют классическую музыку, испанскую музыку, народную музыку. То есть, ну, как бы на гитаре, как на фортепиано, можно играть все, что угодно. Тембр классической гитары, безусловно, не подойдет для металла или рока. Акустическая гитара дает более яркий и сочный звук. Больше возможностей для самовыражения. Можно играть рок, джаз, блюз и так далее. И, как правило, люди, которые приходят и говорят, мне нужна обычная гитара, имеют в виду, скорее всего, акустическую гитару. У нее узкий гриф, а железные струны здесь стоят. И головка грифа у нее поло. И звук уже как бы другой. На эстраде играют на акустической гитаре. Акустическая гитара бывает разных форм, с разным количеством и толщиной струн. Вот это 12-струнная гитара. У нее чуть-чуть шире гриф, а когда звучат две струны, они не могут дать идеальный ровный тон. Вот одна струна звучит, а вот звучат две струны. Звук начинает хрустить, он чуть-чуть отличается. На таких гитарах играет на эстраде, у нас, например, группа Любея любит. Очень внимательно нужно подходить к выбору струн. Например, на классическую гитару нельзя натягивать металлические струны. Самая распространенная проблема, когда приносят мне гитары на ремонт или на отстройку, люди берут классическую гитару, и так как они хотят звук акустической гитары, они ставят в нее железные струны. У 95% гитар таких отклеивается вот этот вот нижний бридж, трескается вот в этом месте гриф, где он склеивается с корпусом, ведет иногда сам гриф. Гитара не предназначена для натяжения железных струн, только нейлоновые или современные карбоновые струны. Многие педагоги советуют первую гитару выбрать классическую. Классическая гитара, у нее нейлоновые струны, которые зажимать гораздо проще, чем железные. Но мы считаем, что нужно выбирать тот инструмент, на котором в идеале вы хотите в будущем играть. Можете взять акустическую гитару и поставить сюда нейлоновые струны. Но нейлоновые струны должны быть обязательно с так называемыми бабышками. Это даст вам привычку играть на узком грифе. Очень часто возникает проблема, что человек, научившись на классической гитаре, тяжело переходит на акустическую, хотя хочет именно звучание акустической гитары и железных струн. А так, если вы приобретете акустическую гитару с нейлоновыми струнами, вы получите удобство. Сразу тот инструмент, который вы хотите, не нужно будет перепродавать его, тратить деньги и покупать акустический инструмент. Толщина струн тоже имеет значение. От этого зависит тембр звука. Чем толще струна, тем шире частотный диапазон инструмента. Есть размеры от девятого до тринадцатого и даже четырнадцатого. Этим числом обозначается диаметр первой струны, самой тонкой, в десятых долях миллиметра. В идеале нужно брать двенадцатые струны, но если у вас хороший инструмент, который выдержит натяжение этих струн. Еще есть такой вопрос, мне не очень понятный. У вас есть гитара непрофессиональная? Дело в том, что гитара не автомобиль. Машина для новичка должна быть недорогой, потому что есть вероятность, что ученик ее разобьет. А вот инструмент наоборот. Чем лучше звучит, тем приятнее на нем будет играть и взрослому, и ребенку. Для того, чтобы человек, начиная обучение, полюбил инструмент, он должен хорошо звучать и быть максимально удобным. Часто дешевая и некачественная гитара может навсегда отбить желание играть. Как правило, у дешевых, совсем как бы дешевых гитар, торчат лады, железные вот эти штучки. И когда ребенок играет, он очень часто царапает здесь себе палец. Это как бы не есть хорошо. Главная цель – это привить любовь к музыке. Если вы будете играть на расстроенном фортепиано и не думаете, что вы полюбите то, что вы играете, и вообще вам понравится там музыка. Нет гитары для профессионалов и для новичков. Нужно просто исходить из того бюджета, которого вы готовы потратить на инструмент. Перед покупкой инструмента внимательно осмотрите его. Вы берете гриф и проводите вот так вот несколько раз. Если здесь ничего не цепляется, то инструмент сделан хорошо, и вам будет удобно играть. Если здесь нет никаких трещин, если здесь нет никаких трещин, если вы видите здесь бугорок, значит, как бы это уже не очень хороший инструмент, и от покупки стоит раздержаться. Ну и вообще, если вы пока не можете себе позволить гитару там за 8, за 9, за 10 тысяч, лучше от покупки отказаться, потому что вы купите инструмент, через полгода он либо развалится, либо через год перестанет звучать. У хорошей гитары бридж сделан из кости, а не из пластика. Эта маленькая деталь обеспечивает яркость звука и длину звучания ноты. Пластик менее плотный, поэтому съедает колебания струны. При этом не столь важно, из какого дерева сделана гитара. Разные породы древесины одинаково хорошо звучат, если инструмент качественный. Чтобы верная подруга гитары радовала вас хорошим звуком много лет, за ней нужно ухаживать. Не стоит оставлять инструмент рядом с обогревательными приборами, на сквозняке или под прямыми солнечными лучами. Стоит обратить внимание на вот такую штуку, это называется увлажнитель. Открывается верхняя крышка, и там губка. Вы эту губку смачиваете и раз в неделю меняете эту губку и вставляете инструмент. И последнее – настройка. Раньше использовался обычный камертон, который дает ноту ля первой октавы. Теперь появились электронные устройства, которые показывают, правильно ли натянута струна и какую ноту она дает. Тюнер реагирует на колебания грифа. Единственное, что вам нужно знать с этим тюнером, какая струна под какую ноту должна настроена и как эта нота обозначается буквенным обозначением. То есть это не ми он показывает, а показывает, например, е. Музыка – это особый язык, многообразный и бесконечно прекрасный. Испанский гитарист-виртуоз Дионисио Агуадо, который, кстати, создал современную школу игры на гитаре, утверждал, что с этим инструментом можно прожить всю жизнь и никогда не скучать. Музыка – это то, что делает нас людьми среди мира новых технологий, машин и прочей нечисти. Музыка становится еще прекраснее, если у вас есть хороший инструмент. Магазин «Саундпро» работает в «Электростале» уже около двух лет. Мы специализируемся на музыкальных инструментах профессионального уровня. Мы официальный представитель «Ямаха». На каждый товар мы даем официальный гарантийный талон. Через нас можно заказать любой, в принципе, инструмент, включая народные инструменты, чехлы. Для них у нас представлен широкий ассортимент струн для народных инструментов. Мы занимаемся очень широким спектром музыкальных инструментов, начиная от гитар, заканчивая перкуссией, конгами, бонгами, ударными инструментами. Магазин «Саундпро». Музыкальные инструменты профессионального уровня. Город «Электросталь», проспект Ленина, культурный центр «Октябрь», 3-й этаж. Музыкальные инструменты «Октябрь», 3-й этаж.